В эфире программа «Панорама Севера» в студии Александр Мамонтов. Здравствуйте! В начале выпуска информация о пропавшем ребенке. Ушедший из дома 11 ноября школьник нашелся. Накануне в эфире «Панорама Севера» мы сообщали о пропаже третиклассника Тимура Курбанова. Утром 11 ноября он ушел в школу и не вернулся. На поиски ребенка по тревоге был поднят весь личный состав полиции Архангельска. И вот сегодня около полуночи мальчик был найден полицейскими неподалеку от собственного дома. Противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время стражи порядка выясняют причины, побудившие ребенка уйти из дома. В протяжении суток телеканал ПС размещал в своем круглосуточном обещании информацию с просьбой об оказании помощи в поисках ребенка. Разделяем радость родителей и желаем семье Курбановых счастья. Мэрия города предложила правительству области включить проекты по ремонту городских дорог в региональную программу развития транспортной системы Архангельской области. Среди адресов запланированного ремонта – проспекты советских космонавтов, Ленинградский и самый загруженный на сегодня – Московский. Проект по расширению его до пяти полос от улицы Смольный Буян до Павла Осова муниципалитетам также подготовлен и прошел необходимую экспертизу. Кстати, этот проект технологически связан с реконструкцией другой оживленной дороги – проспекта Обводный канал, который также нуждается в расширении до четырех полос на участке от улицы Шабалина до Смольного Буяна. На данный момент в мэрии города имеются четыре проекта по капитальному строительству реконструкции автомобильных дорог города Архангельска. Общая сумма – 768 миллионов рублей. Данные проекты получили положительное заключение государственной экспертизы. Все эти мероприятия мы планировали реализовать в рамках программы Архангельска как областной центр. Но поскольку данная программа была, скажем так, приостановлена на 2014 год, мы фактически не приступили к реализации этих проектов. В программу развития Архангельска как областного центра был включен и проект капремонта дороги на левом берегу, там, где проходит маршрут автобуса номер 3. Теперь этот участок мэрия города предлагает включить в областную программу развития транспортной системы. В случае положительного решения правительства региона реконструкция проблемных участков дорожной инфраструктуры областного центра, где проживает треть населения региона, будет завершена. Да будет свет. В микрорайоне первых пятилеток полным ходом идут работы по монтажу новых систем освещения. Инга Швецова прогулялась по улицам Северного округа. Здесь, в Северном округе, полным ходом идет модернизация системы уличного освещения. Уже этим вечером здесь загорятся десятки огней. Это стало возможно благодаря решению городской власти. Из муниципального бюджета на эти цели было выделено 22 миллиона рублей. Совсем недавно жители Северного округа возвращались домой в кромешной тьме. Около тысячи опор и 30 километров линий уличного освещения микрорайона первых пятилеток в середине 2000-х годов были проданы частным организациям. Именно они привели поселок к бедственному состоянию. Чтобы отказаться от услуг недоброкачественного монополиста и обеспечить жителей Северного округа уличным освещением, мэр Виктор Павленко принял решение о строительстве новых сетей. Они принадлежат и обслуживаются муниципальным предприятиям «Горсвет». А значит, есть гарантия бесперебойной работы линии освещения. На сегодняшний день в Северном округе смонтировано более 15 километров воздушных линий наружного освещения. Установлены новые саморегулирующие светильники, которые позволяют снизить затраты по электроэнергии до 40%. Свою работу мы выполняем быстро, оперативно, а главное – качественно. Накануне в Северном округе уличным освещением обеспечили одну из самых протяженных улиц района – Партизанскую. Горожане не сразу узнали обновленные светом дворы. Мы очень ждали, когда будет освещение, потому что ходить было невозможно. Мы с работы поздно все время возвращаемся, поэтому очень было страшно и за себя, и за детей. Мы очень-очень благодарны. Светлее стало и на прилегающих к школам и детским садам территориях Северного округа. По решению городских властей на 12 учреждениях социальной сферы были смонтированы 96 фонарей. Что же касается окончания всех работ по обустройству уличного освещения дворовых территорий Северного округа, то все они будут выполнены до конца следующей недели. Инга Швецова, Евгений Зыков, День города. Люди по морю детям Донбасса. Архангельская епархия и Центр Патриот проводят акцию по сбору рождественских подарков. Сладости, игрушки и канцелярские товары отвезет на Донбасс настоящий Северный Дед Мороз. Подробности у Екатерина Грицыенко. Центр Патриотического воспитания, он же бывший Дом офицеров, станет главным пунктом по сбору подарков для детей Донбасса. Посылки можно оставлять на вахте организации в будние воскресенья с 10 до 19 часов. Однако сегодня горожан встречает особенный персонаж. Собирать подарки детям Донбасса в Архангельске будут до 10 декабря, а в Украину их повезет настоящий Северный Дед Мороз. Сладости, игрушки, канцелярия, организаторы акции принимают все, что может стать новогодним сюрпризом для детишек. Главное, чтобы подарки были новыми и не скоропортящимися. Хочу заверить вас, дорогие жители Архангельской области, что каждый пряник и пачка печенья и конфеты попадут детям Донбасса. Давайте все вместе откликнемся на наш призыв и подарим праздник детям. Хоть один день у них будет праздник. Алексей Тугаринов, майор в отставке, дважды участник боевых действий в Чечне. Сегодня он пришел в Центр патриотического воспитания, потому что своими глазами видел, как живут дети на войне. Вообще-то делается все по зову сердца, конечно. Очень хочется помочь детишкам, которые страдают, которые попадают под обстрелы, чтобы хотя бы чуть-чуть была какая-то радость на Новый год. А Дедушке Мороза. Северного Дедушку Мороза. Акция по сбору подарков для детей Донбасса проходит с благословения митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Я всех приглашаю участвовать в этой акции, чтобы больше было подарков, больше было нашей любви, которая выражается в этих подарках, для детей, у которых и сохнут слезы на их глазах, когда они будут видеть, что мы вместе с ними, что мы за них переживаем, болеем и мы любим всех детей. Подарки и пожертвования для украинских детей принимаются также во всех храмах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев, Алексей Шершов. Панорама Севера. ВИВАТ-офицеры. Так называется Всероссийский конкурс, в котором приняли участие сотрудники Архангельского УФСИН. Кроме строевой подготовки и стрельбы, конкурсанты должны владеть и другими навыками. Какими именно, выяснял Артемий Заварзин. Сегодня проверяют не они, а проверяют их. Старшие лейтенанты и капитаны УФСИН показывают знания теоретических основ профессии. Эта часть конкурса включает в себя 21 вопрос. От должностных обязанностей до знания дела производства. Неплохой результат показал и Сергей Савич. Готовился. Было сложность в том, что вопросы были из разных разделов. Касаемо моей службы, допустим, что специально все, это было просто. А вот действительно, дело производства, мы с этим редко сталкиваемся, то там были, конечно, каверзные вопросы. Тяжело в учении, легко в бою. Точнее, в стрельбе из пистолета Макарова. К счастью, использовать его в служебные будни приходится нечасто. Но знания дела и периодические тренировки берут свое. Свои 29 баллов, лучший результат в группе, взял и наш герой. Долгие годы подготовки. Плюс, как я и говорил, рука не дрогнула, не подвела. Значит, стабильность есть. Как бы рад за свой результат. Ну, надеялся, так что так и будет. Не зря тренировался. От огневого рубежа путь участников лежал на плац. Там прошел строевой смотр. Но уже завтра парадную форму офицеры сменят на концертные костюмы. Предстоят творческие состязания. По результатам двух дней будет выявлен победитель, который представит нашу область в финале Всероссийского конкурса. Артемий Заварзин, Руслан Семушин, Панорама Севера. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о главном. Именем столицы Поморья назовут строящуюся в Северодвинске атомную подводную лодку четвертого поколения. Приказом главнокомандующего военно-морского флота России адмирала Виктора Черкова подводному крейсеру присвоено имя «Архангельск». Основанием для присвоения имени послужили заслуги столицы Поморья в истории отечественного судостроения и судоремонта. Россия с 1 января 2015 года может перейти на электронные паспорта. Пластиковое удостоверение личности будет содержать ту же информацию, что и традиционный бумажный аналог, а по желанию владельца еще и отпечатки пальцев. Уже в будущем году планируется выдать 300 тысяч электронных удостоверений. Сборники стихов незрячих поэтов Поморья представили в Архангельской областной специальной библиотеке для слепых. Литературный вечер был приурочен к международному Дню Белой Трости. Всего на протяжении года было издано 7 литературных сборников обычным шрифтом и 1 шрифтом Брайля. Поморская энциклопедия, пожалуй, один из самых трудных, масштабных и престижных издательских проектов Архангельской области. Первый том энциклопедии «История» был выпущен в конце 2001 года. Сейчас на подходе последний, пятый том «Города, районы, люди Архангельского севера». Инга Швецова познакомилась с материалами будущей книги. 971 автор, 2532 статьи о 27 городах и районах Архангельской области. Таков на сегодняшний день охват пятого тома Поморской энциклопедии. В работу включились сотрудники архивов, краеведы, сотрудники музеев, учреждений культуры, властных структур. В результате у нового тома появилось множество тематических граней. История, экономика, культура, медицина, спорт. Но главное – это люди, внесшие вклад в развитие районов и городов области. Этим летом жители региона ознакомились со статьями нового тома и внесли предложения и замечания к содержанию издания. Многие из них связаны с уточнениями топонимических названий населенных пунктов, а также с появлением новых персоналей. Всего поступило 319 замечаний. Это много, конечно, но это хорошо. Это не надо бояться, что это много. Это значит, люди, наоборот, хотели, чтобы потом, когда книга выйдет, меньше было замечаний. Энциклопедия – это сложные издания. Это не просто авторская книга, но это коллективный труд. Для кандидата технических наук Любови Шаповаловой архитектура Русского Севера – чудо из чудес. В будущем пятом томе Поморской энциклопедии ученый-исследователь представит сразу несколько своих наработок. В частности, одна из них будет посвящена жемчужине Русского Севера, храму Георгия Победоносца в Пермагорье. Также Любовь Геннадьевна выступает в новом издании в качестве консультанта. Авторы, которые присылают материалы о районах, часто забывают о том, что на их территории находятся не просто замечательные памятники зодчества, а во многом даже шедевры зодчества. И, как это ни странно, кое-где они сохранились. Например, их много на Красноборье. И, ну, поскольку я их всех видела лично, все обследовала, ну, я могу чем-то помочь. Пятый заключительный том Поморской энциклопедии будет полностью готов в начале следующего года. Он будет отпечатан в издательстве «Правда Севера». Тиражом больше тысячи экземпляров. Инга Швецова, Руслан Симушин, «Панорама Севера». Цвет полярной звезды. Сегодня под таким названием в Архангельской областной библиотеке имени Добролюбова открылась выставка книг из личной коллекции ученого-историка Владимира Булатова. На выставке, приуроченных 43-м Ломоносовским чтением, побывала Надежда Лебедева. Это лишь малая часть книг, переданных в дар Добролюбовке родными Владимира Булатова. В коллекции ученого тысячи книг по истории, разных временных периодов, разных авторов, стран, издательств. Супруга Владимира Николаевича вспоминает, что все стены в его домашнем кабинете были заняты стеллажами. Книги он привозил практически из любой поездки. В то время у нас книг не было, исторических, а у Баку все было. На Кавказе также ездили мы с ним в санаторий. Он не успеет приехать куда-нибудь, свою сумочку кинет на кровать и говорит, Людочка, я сейчас, пока машина стоит, я съезжу, что-нибудь себе подберу для работы. На открывшейся сегодня выставке представлены книги об Арктике. Владимир Булатов более 40 лет глубоко занимался этой темой. Он сам написал более 160 научных работ об истории и культуре Севера. Свои книги ему дарили и полярные исследователи, и коллеги-ученые. В этом собрании есть поистине уникальные экземпляры. Например, изданию о китобойном промысле в России в этом году исполнилось 100 лет. Владимир Булатов не просто изучал Арктику. Он продвигал идею о том, что именно Архангельск должен стать центром научной мысли в области полярных исследований. Он был мечтателем, но умел свои замыслы превращать в конкретные дела. В частности, Поморский университет, он и создавался, прежде всего, как кузница кадров для арктических регионов. Как подготовка людей, которые разделяют вот эту философию, понимают сущность, значимость Арктики для дальнейшего развития России. В своем многотомнике «Русский север» Владимир Булатов пишет, Архангельская область должна стать столицей Северного морского пути, и тогда историческая справедливость будет восстановлена. Надежда Лебедева, Алексей Шашов, «Панорама Севера». В Архангельске продолжается чемпионат города по мини-футболу. В матче четвертого тура встретились одни из сильнейших команд турнира – САФУ и СКК. На битве претендентов на чемпионство побывал Константин Рудаков. Чемпион Архангельска против обладателя Кубка города. Именно так звучал стартовый подтекст матча. После первых туров чемпионата команда СКК находилась в середине турнирной таблицы, одержав одну победу и сыграв в ничью. Студенты же напротив провели стартовый отрезок собранно и максимально эффективно. Ну, идет хорошо, пока это победа. То есть, пока все нас устраивает. Очень опытная команда. Нужно за счет скорости. Надо показать, в общем, свою игру. Очередная дуэль команд прошла в острой захватывающей борьбе. В первом тайме опасных моментов было немного. Единственный мяч сумели забить игроки СКК. Отыграться до перерыва футболисты Сафу не смогли. Ну, ребята прибавляют с каждой игрой. То есть, набирается опыта в играх с другими вузами. То есть, ну, хорошая команда. Во второй половине встречи студенты перехватили инициативу и повели в счете 4-2. Но рано уверовали в победу. Чемпион проявил характер и сумел уйти от поражения. В итоге боевая ничья 4-4. После матча 4-го тура лидерство в чемпионате захватила команда «Рома». Студенты Сафу идут на втором месте. Замыкает тройку призеров «Армида». Константин Рудаков, Олег Ширяев, «Панорама Севера». В Новодвинске выяснили, чья семья самая спортивная. В рамках проекта «Родительский клуб» прошли семейные старты. В соревнованиях приняли участие 12 команд. О совместных победах детей и родителей в материале наших новодвинских коллег. «Родительский клуб» появился в этом году. Организаторы проекта уже провели несколько мероприятий, среди которых была встреча с представителем пенсионного фонда, а также походы детей из детского сада. А для тех, кто занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, были проведены семейные старты. 12 команд показали свою физическую подготовку и семейную сплоченность. Это интереснее, чем дома сидеть в выходные. Вот решили просто посмотреть, поучаствовать. Неплохо, красиво, интересно, весело. Относительно спортивно, но в принципе все виды спорта мы любим. Уважаем. Мы были всей семьей, смогли поучаствовать, собраться все вместе. Для того, чтобы все-таки семьи были всегда вместе, по крайней мере, выходные дни, как-то это все-таки организовывают людей, их учат. Учат общаться, общение. Это, по-моему, самое главное. Нам эта жизнь сейчас этого очень недостает. Тачки на коне понравились всем участникам соревнований. Это одно из самых веселых и простых заданий, в отличие от этапа, в котором нужно было клюшкой положить воздушный шар в корзину. Без сосредоточенности и ловкости здесь не обойтись. Поддержать участников соревнований пришло много болельщиков. Лиза – моя одноклассница. Мы пришли за нее поболеть. Семья Кузиных ведет здоровый образ жизни. Они вместе занимаются спортом, ходят в походы. В семейных стартах Кузины участвуют впервые. К финишу они пришли вторыми и очень довольны своим результатом. Это интересно, весело, полезно для здоровья. Весело, объединяет семью. Необходимы такие соревнования. В соревнованиях не было проигравших. Всем семьям вручили наборы для творчества и грамоты. Но самым главным были не подарки, а отличное настроение. Любители преодолевать бездорожье собрались в Котловском районе. Здесь прошли соревнования на полноприводных автомобилях. Около 30 экипажей из Архангельской и Вологодской областей демонстрировали свои умения в преодолении крутых спусков и подъемов. О том, как внедорожники оправдывали свое название – материали котловских корреспондентов. Около 30 экипажей съехались из разных городов Архангельской и Вологодской областей, а также Республики Коми. Задача их состояла в том, чтобы за отведенное время добраться до определенных точек, координаты которых были выданы штурманам перед началом соревнований. В зависимости от класса машины, точки имели разный уровень сложности. И если командам на стандартных внедорожниках сложнее было найти координаты на местности, чем к ним подъехать, то экипажам подготовленных для тяжелого бездорожья машин нужно было хорошенько побороться с природой перед тем, как сфотографироваться у чекпоинта. Если в прошлом году организаторы отказались от проведения показательных выступлений участников на базе ракетчиков, то в этом зрители в полном объеме смогли оценить мощь и силу внедорожников на открытом полигоне. Кстати, желающих понаблюдать с каждым разом становится все больше. Я как бы ожидал, конечно, что грязи много будет, очень много. Ну, здесь получается, ну так да более интересно, конечно, горка очень тяжелая дается. Команда нашей телекомпании тоже решила порадовать зрителей, плюс проверить себя и машину. Преодолеть крутой подъем, который некоторые прокачанные автомобили брали не с первого раза. И к разочарованию тех, кто считает Патриот большим паркетником, взяли горку с первой попытки. Последние точки экипажи брали уже в темноте. На утро следующего дня поздравили победителей, вручили подарки от спонсоров. Команда нашей компании в призеры не попала. Отсутствие опыта внедорожного ориентирования скинуло их в самый хвост турнирной таблицы. Правда, на настроение экипажа это ничуть не отразилось. В заключении выпуска информация о курсе валют на 14 ноября. По данным Центробанка на 14 ноября, доллар США 46 рублей 12 копеек, евро 57 рублей 42 копейки. Это была Панорама Севера. Далее смотрите программу «Вопрос священнику». С настоятелем Свято-Троицкого храма Олексием Денисовым разговор пойдет о вечных ценностях, о милосердии. А я, Александр Мамонтов, прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Бывает, хочется взлететь повыше к небу, подальше от нудных суетливых дней. Или хотя бы, чтобы наступили выходные денечки быстрей. Ну а сейчас о погоде на пятницу, 14 ноября. В Котласе пасмурно, без осадков, минус 4 и слабый ветер. В Плесецке ясная температура воздуха, минус 6, ветер умеренный. Также ясно в Вельске, минус 4 на термометре, слабый ветер и без осадков в течение дня. А теперь о погоде в Архангельске. Утром малооблачно, температура воздуха минус 4 градуса, ветер умеренный. Днем пасмурно, небольшой снег, также умеренный ветер и минус 3 на термометре. Вечером малооблачно, возможен снег, ветер слабый и похолодает до минус 4. Ну а теперь песня. Увидимся с вами на телеканале ПС. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!